Ну и вот, у нас и компьютеры и телефоны работают на одном сервере, ну и причем туда же еще и работает голосовой чат. Ну разве это не круто? Мы тут конечно можем стрелять, бегать, перезаряжать оружие, менять оружие, ну и т.п. И кстати да, внизу в описании есть ссылка на полный проект. То есть вам не надо мучиться, вы просто можете скачать архив под этим роликом и наслаждаться. Да. Всем хай, с тобой Хифейк и сегодня я тебе расскажу как же создать свою стенд-офф. Да, ну как стенд-офф, ну имеется ввиду то что кс на мобильное устройство, то есть игру наподобие стенд-оффа, ну понятно я думаю да. Ну и сразу маленький спойлер, мы ее сегодня создадим. Ну блять, ну бред какой-то, ё... И да, это не значит, что сейчас нужно переключать просмотр видео в самый конец, так не честно. Да, я буду очень рад, если вы не сделаете это, так что да. Короче, мы ее будем создавать без всяких навыков программирования. Вы чё, с ума сошли что-ли? И да, самое важное. И вы наверное спросите, что да, особо ничего. Просто нужно 6 минут уделить внимание на первый ролик в этом плейлисте, который вот сейчас вот вверху. Да, да, да. Я абсолютно понимаю, что сейчас хочется закрыть это видео к фигам и забить на него. Не хочется плакать. Но подумайте, всего лишь это 6 минут, блин, 6. И всё, и вы уже будете знать, как создать свою КС на ПК. Короче, просто чекните первый ролик, вот и всё. А все остальные уже по желанию. Короче, всё, хватит вас уже уговаривать. И приступаем к делу. Вот у нас тут уже всё запущено. Если у вас возникает такой вопрос, что здесь вообще происходит... Я лахую вообще. ...то ответ, как я уже много раз говорил, вот здесь вот. Вот. Короче, дальше мы займёмся тем, чтобы эти кнопки и этот джойстик работал. Потому что сейчас это обычные кнопки, которые просто не работают. Так что давайте приступим. В общем-то, я подготовил тут два скрипта ещё. И сейчас внимательно мы перетаскиваем только вот этот скрипт в наш проект. И перетаскиваем этот скрипт вот сюда вот. Нет. Вот сюда вот. Теперь переходим на этот объект, спускаемся пониже, а точнее в самый низ, и находим здесь наш скрипт. И что тут нам нужно сейчас сделать? Да особо ничего. Нам сейчас нужно просто перетащить все наши только что созданные объекты вот сюда вот. Так что тут ничего сложного. Кнопку AIM мы перетаскиваем на поле под названием AIM. Кнопку паузы мы перетаскиваем на поле с названием паузы. Ну и так далее. И да, насчёт невидимой панельки. Мы её должны перетащить вот сюда вот. Да. Отлично. С этим мы разобрались. Короче, теперь что насчёт второго скрипта. Вот этого. В общем-то, мы делаем всё то же самое, что мы и делали с первым скриптом, у которого была ошибка, если вы помните. Короче, мы его открываем. Даже можем открыть с помощью блокнота. Это не страшно. Возможно, у вас так и будет. Потому что если у вас нету редактора кода, то, скорее всего, ваш код откроется именно в блокноте. Короче, мы просто нажимаем Ctrl-A, и тем самым у нас выделяется весь текст. Нажимаем Ctrl-C, чтобы его скопировать. Теперь мы переходим в Unity. Идём в папку FPS.me. Scripts. Далее ищем папку Player. Нет, стоп. Так, значит, папка FPS.me. Scripts. И тут мы ищем папку GameLogic. Ну и тут мы открываем вот этот скрипт под названием PlayerInputManager. Опять повторяюсь, то, что возможно, он у вас откроется в блокноте. Так что не пугайтесь. Короче, тут мы нажимаем Ctrl-A и Ctrl-V. И тем самым теперь у нас немного другой скрипт. Отлично. Короче, теперь мы не забываем сохранить наш код, нажав на вот эту кнопочку. И теперь мы можем перейти в Unity. Ну и вот. Казалось бы, всё. Можно уже там собирать игру на Android и тестить. Но ещё рано. Ещё есть некоторые проблемы. Да. Ну и первая проблема это то, что при заходе на карту мы не сможем тупо вступить в игру. Да. Потому что у нас не будут работать кнопки. Да. И это происходит из-за того, что наши кнопки, джойстик и в особенности наша невидимая панелька перекрывают нам эти кнопки. Которые отвечают за вступление, выбор оружия и т.п. Это исправляется очень легко. Мы просто перетаскиваем вот этот объект на самый верх. И тем самым он у нас теперь не будет перегораживать нам эти кнопки. И следующая проблема это уж очень большая чувствительность. Очень. Чтобы её нормализировать, нам нужно пойти в папку FPS.me, prefabs, resources и здесь найти объект плеер. Открываем его. Ну и тут, сейчас главное не пугайтесь, мы просто находим вот этот скрипт. Мы его разворачиваем и видим здесь первые два поля. Они у нас отвечают за чувствительность. Короче, я так посмотрел и понял то, что довольно хорошее значение это 0.2. Прошу заметить то, что у нас тут как бы сразу две чувствительности. Первая отвечает за горизонтальную, а вторую за вертикальную. Думаю понятно. Мы на обоих ставим одинаковое значение. И это ещё не всё. Да, мы сейчас как бы сделали настройку для нашего террориста. Теперь нам нужно сделать такую же чувствительность для нашего спецназа. Он, если что, находится здесь. Так что открываем его и в маус лук пишем то же самое значение. Вообще, конечно, тут как-то это всё не очень удобно сделано. Ну, я имею в виду насчёт чувствительности. Да, потому что автор данного проекта не позаботился об этом. Хотя, если считать, что этот ассет вообще является бесплатным, то это даже можно и не считать за минус. Вообще, я очень благодарен автору, потому что он создал такую крутую вещь, которая плюс ещё и бесплатна. В общем, насчёт чувствительности я исправлю этот момент, чтобы настраивалась нормально. Плюс, чтобы её ещё и можно было бы настроить в самой игре. А то тут так нельзя. Короче, подписывайтесь на канал, чтобы не упустить этот момент. Ну и теперь, наконец-то, мы сможем потестить нашу игру на андроиде. Для этого мы нажимаем файл, Build Settings и нажимаем Build. Выбираем папку, куда мы сохраним наш АПК файл. Я лично создам отдельную папку для этого. И сохраню в неё. Так, стоп. Ещё имя нужно придумать. Battle Strike. Сохранить. Ну, и теперь мы ждём. Стоп, стоп, стоп. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Совсем забыл. Чтобы сбиладить нашу игру на андроид, нужно кое-что сделать. Короче, идём в Edit. И здесь мы находим Preferences. Далее External Tools. И здесь мы должны скачать SDK. Вообще, есть два способа скачать SDK. Сейчас пока что по-быстрому расскажу о старом способе. Блин, стоп, стоп, стоп. Тридцать секунд. Сейчас телефон разрядится к фигам. Так. Давай. Встукайся. Фух. Так, отлично. Я его даже подключил к компу. Потому что у меня больше нет розеток. Да-да, не удивляйтесь. Короче, сейчас по-быстрому я расскажу про старый способ. То есть про первый. Короче. Мы нажимаем вот сюда вот Download. У нас открывается сайт, который посвящён программе Android Studio. С помощью него, если что, создают приложение. Короче, нам его нужно сейчас скачать для того, чтобы мы смогли собрать нашу игру на Android. И далее указать папку с SDK. Она примерно будет вот по такому пути. Но есть второй новый способ, который подходит только для версии Unity 2019.1, либо выше. Короче. Для этого нам нужно открыть Unity Hub. Вы его можете скачать по ссылке в описании. Там, где написано скачать Unity. То есть вообще, это отдельная программа для Unity. То есть её можно и скачивать, можно и нет. Хотя, если вы скачиваете новую версию, то скачивается Unity Hub. За место этой версии. То есть потом вы открываете этот Unity Hub. И там уже скачиваете нужную вам версию. Просто вообще, Unity Hub это такая вещь, с помощью которой можно удобно скачивать и пользоваться различными версиями Unity. Так что, сейчас он нам нужен. В этом Unity Hub мы переходим во вкладку Installs. Ищем версию, на которой мы работаем. При условии то, что она должна быть 2019.1, либо выше. В моём случае, это вот эта версия. Мы нажимаем на три точки. От Modules. И тут мы выбираем Android Build Support. Также ещё нажимаем на эту стрелочку. И выбираем Android SDK and NDK Tools. И нажимаем Next. Думаю, понятно. Отлично с этим разобрались. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Теперь мы опять идём в File, Build Settings. И да. И нет. Мы ещё не билдим нашу игру. Потому что осталась ещё одна маленькая деталь. Мы переходим в Player Settings. Вводим в самом начале название нашей компании. Я тут, допустим, введу своё имя. Хотя, я здесь, допустим, введу вот это. Да. Такой маленький намёк. Короче, также мы тут ещё можем выбрать иконку для нашего приложения. Допустим. Допустим, я вот тут нашёл в файлах игры вот такую вот картинку. Думаю, она прекрасно подходит для нашей игры. Не, в натуре класс. Заебись. Чётко. Так что, поставим её. Ну и последнее, что. Мы пойдём в Other Settings. И введём здесь Package Name. Вот эту фигню. Короче, мы просто берём без пробелов там всяких. Вводим за место Company название нашей компании. Я введу здесь, конечно, вот это, да. Ну а в Product Name мы всё-таки введём название приложения. Без пробела. То есть, вот так вот. Ну и всё. Погнали билдить нашу игру. Да. Сохранить. Ну и вот у нас всё сбилдилось, да. Не удивляйтесь, что тут так много устройств. Это нормально, да. Потому что вот это у нас ноутбук. Это тоже ноутбук. Ну как ноутбук. Это у нас второй экран, да. Который подключён вот через HDMI. Вот и здесь вот, да. Короче, это у нас телефон. Это тоже телефон. А вот это самое такое интересное. Это штука под названием GPD-Win. Да. Это такой маленький прототипный компьютер, который продаётся на Алиэкспресс. Также вы, наверное... Так, не гасни. Также вы, наверное, заметили то, что... Так. Что это такое? Что за ошибка, блин? Google Play Servers? Так. Нафиг. Это у меня уже телефон глючит. Так что не обращайте внимания. Также вы, наверное... Наверное... Да, блин. Что ж такое, а? Также вы, наверное, заметили то, что... Тут почему-то синяя тема, а тут красная. Да. Это всё потому, что мы в прошлом видео про КС делали главное меню, да, для нашей КСки. И я потом забыл сбилдить эту новую КС с менюшкой на Windows. И сразу перешёл делать игру на Android. Я работаю на EBS, как и все здесь. Да. Надеюсь, вы поняли. Но если и нет, это сейчас не важно. Короче, давайте сейчас вот на этом устройстве создадим сервер, да. Так что... Так что я сейчас тут запись поставлю. Так. Кстати, сейчас пока что тут всё запускается. Подпишись на канал. Пожожжу. Да. Бождуйся! Нажимаем Create Server. Выбираем карту. Допустим... Допустим, оставим стандартную. И создаём сервер. Ну и теперь выбираем оружие. Допустим, ALP. И переходим за красным. Короче, возьмём сейчас телефон. И присоединимся к игре. Да. Блин. Очень вовремя заблокировался, конечно, ты. Так. Нажимаем Servers. И видим здесь наш сервер. И заходим в него. И вот у нас тут всё появилось. Допустим, тоже зайдём за красным. Вон наш союзник стоит. Да. Теперь давайте подключим остальные устройства. Я пока что всё поставлю на паузу. Опа, 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 опа. Ну, вот я тут всё запустил, наконец-таки, да. Так что давайте потестим это всё дело. Так что я беру свой телефон. Тут могу ходить всякое такое, да. Могу стрелять. Убивать. У нас сейчас загрузилась новая карта. Так, стоп. Почему ты отключился, блин? Кто тебе разрешал? Тихо, пожалуйста. Так. Ай, блин. А, бля, чё ебал? Я знаю, что это очень безопасно. Ставить сюда вот эту штуку от скотча. Но выбора у меня сейчас нету. Так что, ладно. Пусть так будет. Надеюсь, всё будет нормально. А знаете, из-за чего он падает? Он падает из-за вибрации. Потому что мне там кто-то пишет в ВВК. И из-за этого приходит уведомление. И телефон вибрирует. И падает. Ладно, пофиг. На него, если честно. Вообще пофиг. Да мне похуй. Короче. Тыкай вот сюда вот, да. Вот сюда. Ну и вот сюда вот тоже тыкай. Тут у нас следующее видео про эту КС. Если оно ещё не вышло, то тут будет другое видео. Но оно тоже интересное. Так что. Ну и как всегда. С тобой был Хифейк. Пока. Фух.